Нижегородский анархист Владислав Барабанов и студент МГТУ имени Баумана Даниил Конан вышли на свободу после двух месяцев в СИЗО по ложному обвинению в участии в массовых беспорядках. Власть испытывает страх перед всеми вами, сильными и неравнодушными людьми. Этот страх выливается в многочисленные задержания, в многочисленные аресты и в фабрикацию уголовных дел. И вот я столкнулся с этой статьей. У нас беспорядки, абсолютно абсурдная статья. Изначально в так называемом московском деле было 15 фигурантов. Четверым из них уголовную статью заменили на административную о нарушении правил проведения митинга. Теперь вместо восьми лет лишения свободы им грозит до 15 суток ареста. Даниил Конан не успел пообщаться с журналистами. Члены семьи почти сразу увели его в машину. Владислав Барабанов остался и поделился с присутствовавшими своими историями о конфликтах с администрацией СИЗО. Я за все это время написал где-то в районе 8-9 заявлений вообще по разному поводу на имя начальника. Получилось добиться того, что еду начали накладывать с разных половников. Я хотя бы питался макаронами, там, картошкой и перловкой. А ты мясо не ешь, да? Я не мясо, я веган. Сначала, по моему прибытию, их накладывали одним половником, там, то есть касались мяса, потом этот же половник в макароны попадал, макароны перемешивались с мясом, и я не мог это есть, естественно. Я пытался каким-то образом эту ситуацию изменить. В общем, они начали накладывать с разными половниками. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после протестной акции возле мэрии Москвы. 27 июля москвичи вышли на Тверскую улицу, чтобы поддержать незарегистрированных кандидатов в городскую думу. Полиция жестко разогнала митинг. В тот день задержали около полутора тысяч человек. Некоторых из них обвинили в участии в массовых беспорядках и нападении на представителей власти. Правозащитный центр «Мемориал» признал уголовное дело о массовых беспорядках в Москве политическим. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.